моя первая остановка это осенние подберезовики тут 1 посмотрите какую красавицу этот второй покружусь может еще надо не знаю ну что это доброе утро всем друзья раннее утро а я уже в лесу вот и уже хотела уходить с этого места и увидела еще один грибок ой рядом еще один представляете такое вот семейство 4 грибочка с одного места и вот видите еще один час сорву его ой красавцы какие вот такие два красавца сейчас почистится и уйдут мою корзинку ну что сегодня я одна в лесу куберт у меня эту неделю работает самого утра то есть он просыпается пол пятого едет на работу пол третьего он уже дома и я понимаю что это уже вот наверно последний месяц как у нас будут грибы я должна хотя бы в наш лес поездить одна на велосипеде так как машине на машине у меня еще нет прав я пока только учусь вот и велосипеде минут десять я в нашем лесу хочу еще не пропустить конечно же вот мы купили я вам показывал что мы как у крепкий смотрите какой красавец мы купили сушилку да для грибов я вам показывала какая прелесть десять часов и у меня все готово я уже и айву и яблоки и сливу и чего я только и шиповник насобирала на зиму и грибов насушила красота неописуемая просто такой красавец улиточка прицепилась прошлый раз меня укусил клещ здесь не один маленький-маленький вот и в этот раз я прогнать по зимнему оделась жарко у нас не холодно еще вот оделась по зимнему здесь надо еще посмотреть может быть я и пропустила надо походить ну наблюдаем за укусом чтобы не было вот этих вот разводов да когда у меня был первый раз укус не было прививки было конечно страшновато вот но мы сделали прививку от энцефалита пока никаких покраснений нету будем надеяться что меня это минует в этот раз это конечно приятного мало ну давайте медленно-медленно иду мне кажется я в лицу просто 1 вот именно на этом месте встречаются и беленькие но пока вот не вижу вот еще ох какая красота какая красота я сегодня утром бежала надо когда возвращусь поухаживать немного за бабушкой она у немножко так приболела но и 88 лет это наша мама куберта мамы и здесь сейчас требуется помощь поэтому родственников много но так как мы живем рядом смысле она на первом этаже а мы на втором и третьем поэтому кто свободный вот я например до сутра я бегаю помогаю бабушке потом тут еще приходит в общем вот так ой какая красота сегодня у меня прям лес очень радует так приятно с утра выпила только чашечку кофе они все чистенькие но муж сика так улиточка позавтракала все чистенькие и вот еще малыш у нас такая погода стала знаете немножко такой моросящий моросящий дождик мне кажется он такой знаете прямо грибной для гриба очень хорошо слушайте ну это сказка какая-то какой он красивый мой конечно староват но посмотрим может быть для сушки пойдет нет хорошие для сушки самое то прикроем место вот и мой первый величок они видите все все чистенькие а рядом стоите еще один какая красота вот они родные мой ух сколько улиток завтракает смотрите какие они чистенькие улитки прям как пиявки слушать сейчас я их уберу сначала просто так ты не уберешь прям вижу еще один грибочек сейчас полазию я здесь сейчас я взяла еще пакет думаю если вдруг встречу опять ой какая красота ох какой красивый ох какая ножка у него ох какой красавец знаете когда я собираю грибы я получаю такое удовольствие как столько энергии и когда хуберт видит что я сильно устала и он не стоит поехали собирать грибы но это осенью все абсолютно чистенькие красота необыкновенная позвонил хуберт узнать как меня дела был удивлен опять ты в лесу ну в общем пока с ним болтал нашла еще один подосиновик а сейчас зашла чуть подальше посмотрите какой вот ведьмин круг из рядовки я рядовку не беру поэтому поэтому показываю только что это это пенок такой стоит один странненько я взяла сумочку для пятна пока брать не буду нас вроде пасмурно так жарко прям что-то невыносимое вот это что да вот это опята друзья так что сумочка моя пригодилась и еще вижу опять очень много сейчас поснимаю мне кажется это опять да вот юбочка есть мне кажется да они так растут небольшими кучками но есть я думаю что на баночку на собираю мой велосипед стоит начале леса ну можно здесь не беспокоиться его по крайней мере такого еще не было никто не возьмет корешки выкину за двором у нас чтобы возможно там опята будут смотрите какая прелесть ну что первая моя остановочка смотрите какой белячок а нет представляете а я остановилась видео снять нет не белячок друзья пойдемте искать дальше так странно было что эти вот опята были только в кругу вот этого ведьминого круга рядовки так интересно вот еще один стоит опеночек мы его отдельно кладем чтобы потом когда чистить было удобно ну что и вот рядовка фиолетовая я ее очень люблю мне нравится она и в баночках но я ее наверное сделаю икру из нее набрала немножко серой в рядовке попробую и если будет встретиться буду собирать сделаю икру ну что у меня прям сегодня лес очень радует вот раньше на этом месте было прям достаточно большое количество грибов рядовки они прям тянулись и очень долго прям вы знаете могли что это такое мне кажется это козлята вот их очень много здесь тоже но я их не собираю а вот белые риту эти вот серые рядовки я наверное соберу немного для икры как я вам и сказала ну вот и рядом прямо метра буквально уже хотела уходить собирала чуть-чуть вот такой вот белячок но я посмотрю может быть он на сушку и пойдет а так он конечно немного староват уже проверю дома может быть надо покрутиться может здесь еще есть посмотрим но долго ничего не находила нашла чуть-чуть подальше в лес и вот он стоит красавица если чистый то до сушки пойдет совершенно чистый вон какой красивый столько много этих улиточек прямо караул может еще поищу ну вот пройдя еще метров может 50 вот такие два польских это первый чуть не наступило представляете второй ой да здесь больше их а увидела только два вот этот ой еще стоят боже какая прелесть сейчас я вам покажу сколько с одного места польских грибочков падают в желуде и такой знаете здесь очень много у нас антилоп вот такая красота посмотрю может еще я что-то пропустила железо сбрасывает листву и тяжело конечно что-то найти что друзья напала на место но я уже прям полная и наверное приеду завтра здесь вот опят просто вот они я не знаю у меня уже и сумка для опят не совсем полная ну пока снимала то Хубер звонил то еще были такие по работе сообщения я не снимала но нашла еще пять белых и еще сейчас я вам покажу вы мне подскажете мне кажется вот это вот как называют наверное это не грузди но как-то их называют вот их много-много здесь в общем году я их собирала вот видите собирала вымачивала что-то там сделала но их очень много здесь но я их набрать не буду потому что не знаю у меня не получились они вот и работы было много с ними не получилось в общем завтра я прихожу сюда за опятами они здесь просто рассыпаны идешь и боишься как бы не наступить на них очень-очень много ну вот пожалуйста видите вот такая вот грибница вот такие вот большие в общем я приду завтра еще с корзинкой уже а сейчас пока поищу беленьких ну вот еще два польских красавцы такие вообще просто какая без Хуберта видите могу уже два часа гуляя по лесу а с Хубертом такого не случится никогда ну что смотрю стоит бугорок а под ним вот такой вот роскошный белый гриб это сказка было два стареньких встречина жалко я не знала про эти места завтра приду сюда еще друзья ну пройдемте может будет а я взяла сумку только для опят может найду еще что-нибудь ну что только я сделала шаг смотрю а здесь еще стоит ну достаточно крепенький он ой простите а когда я кинула взглядом дальше пока буду собирать в одном месте вы сейчас обалдеете друзья вот давайте отсюда вот это вот третий я посмотрю его брать не брать посмотрю это еще не все так ой сколько здесь улиток пятый сейчас я все это уберу хотя здесь бугорков надо смотреть эти бугорки все так где я еще видела так это нет вот этот гриб видите какой он прям вот это как же он называется который молочко выпускает как грудь только он млечник или как ну я думаю что это белый будет а вот и белый не доставил себя ждать и посмотрите какая красота вот а вот еще все беленькие оказались старенькие а вот эти вот два подосиновичка ждали меня и вот еще один слушайте это уже беляш но он старенький ведь мы оставим его запомним это место ах господи что делается ах это опята сейчас я пробегу это мухоморы это мухоморы так ой ну красавцы такие ну что на следующий день на новое место и смотрите вот какие польские красавцы чистенькие все не вижу еще вот красавец стоит смотрите какая ножка вот это место я нашла рассказала Хуберту и Хуберт говорит ладно ты езжай сама посмотрите а он поедет ремонтировать вторую машину ох здесь даже смотрите какой все сросшиеся надо пробежать здесь погребниться скопаем вот видите сразу отсмотрим здесь пойдем в окружную значит должно еще быть вот вот тоже кстати он только не такой свежий но чистый вот как вот это я набрела я говорю Хуберт вместе он говорит я бы с удовольствием но уже и ты одна ну для меня даже так и лучше потому что потому что Хуберт долго он не гуляет по лесу здесь вырубали деревья ну что-то найду включу камеру вот еще пожалуйста кстати вот здесь либо кто-то сбил либо кто-то не знает что это съедобное скорее всего просто сбили ногой потому что при закреплении кажется знают все а может и нет так дальше слушайте ну опять здесь просто немыслимо нужно ехать за ними одним днем потому что ну мешать смыслу нет с ним другими грибами вот сейчас я еще обойду и включу если что-то встречи камера насколько ну что вот такой пень хотя этих опят они везде здесь просто ну там вот видите помоложе ну соберу ну честно говоря прямо их очень много везде все работаю в общем я ребята друзья нашла вот такой гриб я не знаю что это такое форма груздя но цвет какой-то рыжий посмотрим смотрите какой я не знаю что это такое его здесь много везде вот видите естественно я брать его не буду но очень странный вон видите везде везде его полно здесь очень сложно очень высокая трава что-то искать ну шла я шла и пришла прямо такой свежий очок отослала фото хуберта смотрите какая прелесть трава 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 такая знаете как осок колючая можно порезаться ей это еще не все и вот этот посмотрите какая нога он еще с малышкой такой ох ёшкин кот о друзья вау хуберт звонит ну что вот видели это вот моя рука да Вот такие огромные грибы. Это просто фантастика.